Южный Кавказ Сталинские автономии с конца прошлого века – причина военного противостояния государств региона, что сегодня используют все крупные государства, чьи интересы пересекаются на Южном Кавказе и Ближнем Востоке. Результат сталинских автономии – две оккупированные области Грузии, 30-летняя война между Арменией и Азербайджаном, которая тормозит стабильность и развитие региона и ставит в постоянную зависимость от ведущих мировых игроков, которые в любой момент могут договориться со счета интересов государств Южного Кавказа. Какова была бы реальность случая мира и взаимного партнерства на Южном Кавказе? Почему Грузия, Армения, Азербайджан после распада Российской империи решили создать федеративное единое государство, чтобы защитить регион от иностранного влияния? Как советская власть наказала Грузию и весь Южный Кавказ за провозглашение независимости? И почему передумали упразднить государство Грузии, Армении, Азербайджан в 1936 году? Историк Вахтан Гурули расскажет нам о попытке грузин, армян и азербайджанцев создать самостоятельное Южно-Кавказское государство, а экономист Юсеп Арчвадзе объяснит, какие дивиденды принесло бы создание единого экономического пространства Грузии, Армении и Азербайджана. История попыток политического объединения Вопрос объединения стран Южного Кавказа, Грузии, Армении и Азербайджана в одно федеративное государство возник сразу же вслед за государственным переворотом, совершенным большевиками 25 октября 1917 в тогдашнем Петрограде. К власти в России пришла большевистская партия. Политические лидеры, элита Южного Кавказа, прекрасно понимали, что большевики не позволят региону выйти из-под юрисдикции России и поэтому решились на предупреждающий шаг принятие соответствующего юридического акта до того, как Москва предпримет какие-либо правовые шаги в этом направлении. 15 ноября 1917 года в Тбилиси был создан Закавказский комиссариат – временное коалиционное правительство Южного Кавказа с участием грузинских меньшевиков, правых эсеров, армянских дашнаков и азербайджанских мусаватистов. В принятии такого решения, помимо политиков, участвовали и представители интеллигенции. Возглавил Закавказский комиссариат грузинский социал-демократ Евгений Гегачкори. Какую цель преследовало создание этого регионального органа власти? Ведь таким образом Южный Кавказ вовсе не провозглашал свою независимость. Цель была совершенно ясной и политически четко обоснованной. Закавказский комиссариат, созданный в качестве регионального органа власти, в принятой им декларации подчеркивал, что будет действовать до восстановления законной власти в России. То есть до ухода большевиков из власти и восстановления в России временного правительства. Таким образом, подчеркивалось, что Южный Кавказ не желает иметь ничего общего с большевистской Россией и ее политическими лидерами. Хотя, как известно, события в России развернулись в совершенно ином направлении. В начале января 1918 года большевики разогнали демократически избранный высший орган власти, учредительное собрание, и установили свою диктатуру. Последний шанс на восстановление демократического порядка в России был уничтожен. Никаких надежд более не оставалось. По результатам консультаций с национальными советами, Закавказский комиссариат принял решение о созыве Закавказского Сейма как законодательного органа парламента Южного Кавказа. Председателем Сейма был избран грузинский социал-демократ Карло Чхейдзе. 22 апреля Закавказский Сейм принял декларацию о восстановлении государственной независимости Южного Кавказа. Этим актом провозглашалось создание нового государства Закавказской демократической федеративной республики, председателем которой впоследствии был избран грузинский социал-демократ Акакич Хенгели. Закавказская демократическая федеративная республика просуществовала очень недолго – с 22 апреля по 26 мая 1918 года. 26 мая Закавказский Сейм принял решение об упразднении Закавказской федерации, которая распалась на самостоятельной республике. Грузия, Армения и Азербайджан объявили о своей независимости. Политические события, связанные с провозглашением независимости Грузии, Армении и Азербайджанам, развивались крайне стремительно. С 22 апреля 1918 года, со дня создания Закавказской федерации, велась работа над ее законодательной базой. В первой половине мая, фактически до 14 числа, в Тбилиси буквально ежедневно проходили заседания Исполнительного комитета Национального совета Грузии. Но уже 14 мая было принято решение о том, что грузины, армяне и азербайджанцы должны каждый по отдельности заняться государственным обустройством своих народов. Объяснялось это пониманием того, что у Закавказской федерации более нет будущего. Хотя текст проекта Конституции Южного Кавказа сохранился, имеются все документы, в том числе главный доклад грузинского политика социал-демократа Сарго Джапаридзе. Подытожим. Всего были предприняты две попытки создания Южно-Кавказского федеративного государства. Первая из них в 1917-18 годах. Причем это был совершенно свободный процесс, не зависящий от какого-либо влияния извне. Политические элиты Грузии, Армении и Азербайджана видели в создании федерации единственную возможность защиты от большевистской России. Однако федерация не оказалась жизнеспособной, поскольку в изменившейся ситуации встал вопрос о необходимости объявления Грузии, Армении и Азербайджанам собственной независимости. Главной причиной распада Закавказской федерации стали постепенно выявившиеся разногласия в политической ориентации трех наций. Грузины взяли курс на германофильство, армяне предпочли англофильство, азербайджанцы – туркофильство. Уже к первой половине мая 1918-го стало совершенно ясно, что в условиях таких политических различий трем народам невозможно объединиться в одно государство. Поэтому все закончилось распуском Закавказской федерации. В апреле 1920-го года в Баку вошли части Красной Армии, и на территории Азербайджана была провозглашена советская власть. В ноябре 1920-го с территории Азербайджана части Красной Армии вторглись в Армению. После захвата Еревана советская власть была провозглашена и в этой республике. В феврале-марте 1921-го года советская Россия, которая к тому времени уже прочно закрепилась в Армении и Азербайджане, развязала военные действия против независимой Грузии. 25 февраля 1921-го года после кровопролитных боев на подступах к Тбилиси город был взят. В Грузии была провозглашена советская власть. К концу 1921-го в Москве было принято решение о создании Союза Советских Социалистических Республик. Его учредителями должны были стать Россия, Украина и Беларусь. Обсуждался вопрос о дальнейших шагах в отношении Грузии, Армении и Азербайджана. Практически тогда же было принято решение, его инициатором и автором проекта был Иосиф Джугашвили, не наделять Грузию, Армению и Азербайджан статусом независимых республик в составе СССР. В Москве сочли, что они и так были избалованы прежней независимостью, и признание их отдельными советскими республиками было бы поощрением прежней политики этих стран. Как известно, формально все республики, входившие в состав Советского Союза, были независимыми государствами. Это, разумеется, только на бумаге. Поэтому в качестве наказания Москва не включила Грузию, Армению и Азербайджан в число учредителей Союза СССР. В декабре 1922 года эти три страны были объединены в одно федеративное государство, которое получило название Закавказская Советская Социалистическая Федеративная Республика. Договор о создании СССР наряду с представителями России, Украины и Беларуси подписал и представитель от Закавказской Советской Социалистической Федеративной Республики. Документ был подписан 30 декабря 1922 года на Первом Всесоюзном Съезде Советов. Конечно же, новое образование представляло собой некий временный орган, созданный для сдерживания амбиций Грузии, Армении и Азербайджана. Однако просуществовал он довольно долго. Как же сложилась дальнейшая судьба Закавказской Федерации? Для ее формирования не было предпринято особых усилий. Фактически, создание этой федеративной единицы даже не было закреплено соответствующим актом. События развивались так. В 1936 году была принята очередная Конституция Советского Союза, в которой был прописан перечень союзных республик. И в этом перечне, наряду с Россией, Украиной и Белоруссией, отдельно значатся Грузия, Армения и Азербайджан. Нет никакого упоминания о Закавказской Федерации. Итак, Закавказская Советская Социалистическая Федеративная Республика просуществовала с 1922 по 1936 годы. Какова была бы перспектива развития региона в случае объединения экономического потенциала трех стран? Исторически Южно-Кавказ, как регион, всегда стремился к единству. Впрочем, внешние силы и внутренние противоречивые интересы всякий раз усложняли его достижения. По занимаемой им площади этот регион сопоставим, например, с территорией Сирии. И чисто гипотетически, если бы он представлял собой единую государственно-политическую единицу, то мог бы занимать 87-е место в мире по территории. По численности населения Южно-Кавказ занимает 69-е место. По параметрам плотности населения он смотрится несколько скромнее. На 121-м месте. Плотность населения Южного Кавказа примерно такая же, как, например, в современной Испании. Что касается уровня экономического развития, если оценивать воловой национальный продукт всех трех стран по покупательной способности валют, то Южный Кавказ занимает 62-е место, а по покупательной способности валют на душу населения — 75-е. Ценовые показатели в трех государствах Южного Кавказа не сильно разнятся. Однако, согласно текущим ценам, по объему внутреннего волового продукта на душу населения Азербайджан опережает Грузию. В то время как по уровню покупательной способности валюты, напротив, Грузия опережает Азербайджан. Если воспользоваться спортивной терминологией, можно сказать, что Азербайджан уже перешел в категорию тяжеловесов, поскольку на его долю приходится почти 59% внутреннего волового продукта всего Южного Кавказа. Доля Грузии в этом сегменте составляет 24%, а доля Армении всего 17%. При этом 92% экспорта Азербайджана составляют энергоносители, в частности нефть. И в качестве транспортного коридора этой продукции Баку использует территорию Грузии. Следует учитывать, что во всех трех странах, а особенно в Армении и Азербайджане, довольно внушительные финансовые потоки направляются на укрепление обороны и безопасности республик. То есть значительная часть экономического потенциала Азербайджана и Армении расходуется не на развитие, а, к сожалению, на военное противостояние. Давайте взглянем на цифры. Не менее 3% внутреннего волового продукта государств расходуются на военные цели, а эти средства могли бы принести гораздо больше пользы, если бы вкладывались в развитие экономик. Поскольку для экономики характерен так называемый мультипликативный эффект, то каждый один, вложенный в экономику доллар, лари, монат или драм, намного выше этой одной единицы, как минимум в 1,2 раза. То есть условно вложенные 100 миллионов долларов дают в результате не менее 120 миллионов. Следует также понимать, что высокие военные расходы тормозят развитие экономики, создают риски для устойчивости и благополучия стран. Перенаправление этих средств на экономическое развитие, конечно же, привело бы к ускорению экономического роста и повышению благосостояния населения стран Южного Кавказа. Говоря прямо, нам следует делать ставку на силу аргумента и отказаться от силы как аргумента. Если бы все три страны Южного Кавказа руководствовались такой формулой, то перспективы региона были бы намного более светлыми и обнадеживающими. Стоит отметить, что, например, доля территории и населения Абхазии в советской Грузии была невелика, но в данном случае прямое механическое сравнение не подходит. Мизинец может составлять одну тысячную долю процента от массы тела человека, но его утрата наносит вред всему организму. Абхазия была органично интегрирована в экономику Грузии, как в реальном секторе, так и в сфере услуг. Уровень благосостояния на душу населения в Абхазии на 30% превышал аналогичный показатель в отношении жителей страны по эту сторону реки Янгури. Война, к великому сожалению, все разрушила. На сегодня темпы экономического развития Абхазии предельно низки. По последним данным, в де-факто Абхазии на душу населения производится в 2,5 раза меньше волового национального продукта, нежели в остальной части Грузии. В условиях сохранения экономической интеграции эти показатели в Абхазии были бы значительно более высокими. Примечательно, что ранее показатели прироста населения и развития предпринимательской культуры населения Абхазии, как грузин, так и не грузин, намного опережали население остальной Грузии. В Абхазии намного раньше и лучше остальной Грузии освоили азы рыночной экономики. И если бы не военный конфликт в регионе, то при условии развития Абхазии совместно с остальной Грузией абхазский воловой продукт, по сравнению с нынешним, был бы как минимум в 6 раз выше. А уровень жизни населения в 3 раза выше нынешнего. Что касается южнокавказских проектов, участие Армении в международных проектах наряду с Грузией и Азербайджаном никак не ослабит функцию Грузии как транспортного коридора. Ведь если потенциальные инвесторы, крупные компании, в том числе крупные корпорации, будут воспринимать Южный Кавказ как единый экономический регион, то и объем инвестиций станет намного больше и масштабнее. Как для региона в целом, так и в частности для Грузии. Южный Кавказ будет играть роль регионального узла и станет прочным связующим звеном в направлениях север-юг и запад-восток. Кроме того, единый Южный Кавказ означает снижение угрозы со стороны нашего недремлющего северного соседа, что в свою очередь привело бы к росту масштабов иностранных инвестиций. И в итоге все останутся только в выигрыше. Для повышения благосостояния и быстрого и эффективного роста экономики необходимы будут не только трубопроводы, все большее внимание будет уделяться инновационной экономике, развитию наукоемких технологий, что в результате положительно скажется на благосостоянии и эффективном развитии всех трех государств Южного Кавказа. Даже спустя сто лет Южный Кавказ остается территорией сферы влияния интересов от других стран, играя роль разменной монеты в больших геополитических противостояниях. И только от разумной политики Грузии, Армении, Азербайджан и зависят, сможет ли Южный Кавказ стать действительно независимым политическим и экономическим центром или под покровом немой независимости останется вечным полигоном для крупных игроков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова